здравствуйте дорогие любители массовых репрессий я сегодня хочу опять поговорить об украинском вопросе немножко и вот с каким уклоном на сей раз у нас часто спрашивают причем тут как и во многом другом наши кондовые либералы и верные пути кантропы отличаются невероятным единодушием вот у них тезисы одни и те же что нечего нам было присоединять в четырнадцатом году эту украину ну разве что конечно пути кантропа не почему-то одобряют присоединение крыма значит остальное им не нравится ну а либералы говорят что и крым тоже нужно было дать но эта разница на самом деле небольшая и мотивируют они то что нечего лезть на украину одними и теми же тезисами во первых говорят о том что украина это совершенно другое государство что мы юридически не имеем никаких прав туда лезть и этого делать не нужно нелегитимно во вторых говорят о том что у нас и без украины жрать нечего там одни убыточные регионы нечего искать покушаться на нашей пенсии вот у нас все хорошо и не нужно нам эти кормить вот этих вот новороссийских в данном случае бездельников ну и в третьих они всегда говорят о том что вообще-то там на украине нас все так ненавидят сильно и нечего туда лезть партизанскую войну захотели американцы впишутся у американцы как мы видим и за сирию это не очень вписываются позволяют нам там отгрызать свои куски ну а представить себе ситуацию чтобы нато в четырнадцатом году попробовала бы что-то сделать ее вообще можно только в страшном сне но мы сейчас попробуем разобрать значит эти тезисы во первых скажем о том что тезис о том что нам туда лезть было нелегитимно и противозаконно ну что такое вообще в принципе любая легитимность любая легитимность это такая вещь как и современное действующее законодательство будь то международной или внутри страны это всего-навсего юридическое отражение реальной обстановке сил как только реальная обстановка сил меняется меняется и и в данном случае юридическое сопровождение то есть выражаясь марксистским языком если меняется базе 100 настройки деваться некуда она меняется сама все автоматически поэтому и в данном случае если бы мы поменяли этот баланс сил то никакое международное право бы тут никакой роли не сыграла в конце концов у нас нашего януковича которого упорно и долго называли легитимным нарушение всех таскать писанных правил просто по праву силы выгнали и все и от того что мы его с тупым упорством я имею ввиду наши власти наши сми течение полугода называли легитимным он от этого обратно на свои в свое президентское кресло не вернулся поэтому если бы мы это сделали все бы утерлись в четырнадцатом году я имею ввиду вели бы войска и чтобы не произошло страшного никто бы к нам ничего предъявить не посмел значит что касается убыточных регионов то если следовать этой логике то вообще нужно тогда оставить только трубу которая качает сырье и ну наверное люди которые так любят говорить что нечего кормить они в основном в крупных городах живут ну вот эти крупные города играют роль больших глобальных офисов значит тогда оставляем только трубу и офиса все остальное нам нафиг не нужно она убыточная и плевать что там живут русские люди всегда можно придумать какую-то теорию что там где-то казаки там где-то поморы там где-то сибиряки в общем на самом деле это какие-то все неправильные русские там или обрусевшие татары или обрусевшие мар-2 ну идеологическое основание то мы всегда сможем выдумать у нас для этого кормится целая плеяда всяких стариковых там и прочих гоблинов которые все это будут рассказывать поэтому здесь вопросов никаких нету что касается того что эти регионы сейчас убыточный ну извините меня если россия встраивается на вопротив определенной роли в международное разделение труда естественно у нас все будет убыточное кроме того чем мы собственно в этой международной системе разделения труда и занимаемся то есть поставка углеводородов ну и других ресурсов там леса металла и так далее следовательно при изменении системы они бы не стали убыточными а так они не менее убыточные чем все остальные ну и насчет того как нас там все не любят и как там нас ждет партизанская война но здесь уместно сказать что еще часто очень задают вопрос а вот докуда вводить войска вот какие регионы за нас и какие против нас или они все против нас я предлагаю на этот вопрос ответить вооружившиеся определенными статистическими данными в качестве которых нам послужат выборы президентов украины которые я попытался проанализировать начиная с выборов девяносто четвертого года потому что выбора 91 года которые прошли на волне таскать распада советского союза они нам большому счету ничего не дадут так 94 год запад украины целиком и полностью голосуют за леонида кравчука восток за леонида кучму мы имеем противостояние антироссийского кандидата который в первую очередь ориентироваться на западные регионы и пророссийского кучмы который ориентировался на регионы восточные ну кучма потом сделал определенный политический кульбит как впоследствии янукович когда он избрался он естественно сразу же занял такую но если не антироссийскую то прозападную и ориентированную на независимости на западную на поддержку западных регионов позицию и так вот обратим внимание на то какой был гигантский разброс в цифрах если на львовщине за кравчука то есть против союза россии проголосовала без малого 94 процента на населения то на донбассе в крыму за кучму то есть за союз россии на донбассе 88 в крыму 90 процентов причем в пророссийском поясе на 94 год находились такие области как черниговская и сумская и значительной степени полтавщина которая в значительной степени украиноязычная то есть это вот те самые 8 областей про которые говорили в захлеб в четырнадцатом году по нашему телевидению и как прокат который называли большой новороссии затем давайте посмотрим на выбор 99 года которые на первый взгляд смазывают картину но здесь дело в том что кучма сделав определенный кульбит и став из пророссийского антироссийским в девяносто девятом году сделал обратный поворот и провел целых две совершенно различных избирательных кампании одну рассчитанную на западную украину где он рассказывал антироссийские лозунги вел такую антироссийскую риторику а вторую совершенно другую кампанию обрушил на восточный регионы где он как бы опять был пророссийским поэтому два ведущих кандидата симоненко и от коммунистической партии украины и собственно кучма они как бы на востоке оказалось что оба они использовали пророссийскую риторику если мы этот фактор учтем то мы опять же увидим примерно ту же самую картину причем опять у нас определенный разброс цифр который не может не потрясать в причем в житомирской черкасской кировоградской винницы винницкой полтавской черниговской и сумской областях то есть областях собственно украинских про которые никогда не говорили что они принадлежат новороссии победил петр симоненко и это от этого факта никуда не деться то есть как мы видим центральной украине в собственной собственно украине которая не западная да такая основная и сердцевина и там далеко не все так однозначно как нам любят показывать либералы и пути кантропы а также их сведомые друзья когда рассказывают что там все нас ох как не любит теперь давайте посмотрим на выбора 2004 года на обе таскать карты этих выборов на второй тур и на третий потому что как мы помним победа майдана закончилась тем что они провели второй тур заново то есть как бы прошел третий тур в котором уже заранее результаты были определены и вот мы видим что картина вновь абсолютно точно такая же за 10 лет практически ничего не изменилось 8 областей все той же большой новороссии по-прежнему за союз россии всячески против бандеризации и степень поляризации все такая же высокая львов за ющенко отдает 90 процентов голосов а донбасс отдает за януковича тоже свыше 90 процентов голосов ничего себе единая краина и ту же самую картину нам показывают и выборы 2010 года когда был выбран президентом янукович что естественно подавалась как величайшая победа путина в свое время но янукович естественно повторил маневр кучма и также точно переобулся все те же 8 областей новороссии по-прежнему за пророссийского как они о нем думают януковича западная украина двумя руками против причем тут очень сильно выделяется львов львовская область львовщина где ющенко в первом туре набрал целых 35 процентов голосов обратите внимание в среднем по украине в целом по украине ющенко набрал пять целых сорок пять сотых процентов голосов а на львовщине он набирает 35 такой вот интересный особый регион именно львовская область даже по меркам западной украины и опять же мы видим вот эту величайшую поляризацию до которая говорит о том что тут совершенно механически собраны люди совершенно разным мировоззрением выборы 2014 14 года нам показывают ту же картину если мы обратимся к ситуации в которой они происходили поскольку по сути эти выборы были безальтернативными и о том что порошенко будет президентом уже было известно в марте задолго до этих выборов и тем не менее на этих безальтернативных выборов избиратель проголосовал явкой или отсутствием таковой и это во первых а во вторых мы опять же видим такую картину как та же самая поляризация потому что за порошенко который обещал жестко разобраться с бунтующим донбассом и поставить россию на колени значит в западной украине за него голосует большинство во львовщине целых 80 процентов даже свыше 80 процентов а в районах харьковской и одесской областях до 40 то есть мы видим опять же что поляризация это никуда не девается и обратим внимание на то насколько эта картина устойчивая что за 20 лет не изменилось ничего несмотря на 20 лет тотальной агитации тотального зомбирования вот так вот за 70 лет советской власти здорово здесь пустили корни определенные тенденции потому что как мы наверное помним на момент как он там условно говоря 2117 года эти вот восточные области украины которые сейчас преимущественно рукой русскоязычные пророссийские они были не русскоязычными украина язычными ну и как они были настроены политически видимо так же как и остальные украинские регионы то есть за 70 лет советской власти большевики сделали для обрусения больше чем романова за 300 лет вот она давайте теперь поняв вот эту картину да о том кто там за нас кто против нас обратимся к результатам последних местных выборов местные выборы то есть выборы там парламентские анализировать очень сложно выборы парламентские выборы в местные парламенты поскольку там идет такая очень серьезная борьба кланов и группировок но тем не менее если мы возьмем последние выборы то мы увидим что и здесь у нас значительной степени у власти в этих условно пророссийских регионах остались местные кланы которые сильные которых киеву подвинуть не удалось и они могут всеми правдами и неправдами на этих выборах обеспечить себе победу то есть помимо того что есть люди которые побегут наши танки встречать цветами есть еще и люди которые могут эту встречу с цветами организовать если с ними естественно провести соответствующую работу эти люди сильные они по-прежнему имеют определенные значительные властные рычаги и ту же самую картину нам показывают данные языка потому что если мы проанализируем запросы гугла запросы яндекса и посмотрим на эту статистику то мы увидим что ситуация с распространением русского и украинского языка она полностью соответствует тем данным которые устойчивые в течение 20 лет показывают на выборах украинский народ и украинские различные области ну а теперь давайте вот мы сейчас разобрали это эти тезисы давайте подумаем почему же либералы и пути кантропы так не хотят и не хотели их признавать и пытаться там как-то вот присоединять украину и почему они против этого протестовали но с либералами в принципе все понятно даже особо на на не стоит на эту тему заморачиваться понятно что им россия вообще не нужна им нужно правовое государство на ее месте где им будет удобнее существовать желательно несколько слабеньких государств чтобы они избавились от тоталитарного контроля этого государства над своей великой и свободной личностью ну а что касается пути кантропа ту пути кантроп он по своей сущности несмотря на то что я употребляю слово до 5 ты который является обезьяны и переделаны но пути кантроп это не столько обезьяна сколько свинья такая жрущая чавкающие и больше ничем не интересующаяся свинья поэтому едва этому пути кантропу намекнули что у него появляется пищевой конкурент виде вася из харькова там или бени из одессы пути кантроп сразу вытащил свою рыло из корыто и взмущенных рюкнул с криками нечего кормить сами все сожрем и этим пути кантроп ничем не отличается вот владимира владимировича путина понимает ли пути кантроп что его самого может постигнуть такая же участь то есть через какое-то время его коллега из москвы скажет брянскому пути кантропу что нечего кормить брянск сами все сожрем я думаю что пути кантроп это отлично понимает но его это не волнует он живет одним днем здесь и сейчас и чем у него и тем чем у него конкретно наполнена в данный момент корыто сейчас нажраться а дальше хоть трава не расти и планирование хотя бы за на один там год вперед это не его его это вот то что то во что вы погружено его чавкающаяся чавкающая рыло этим он тоже ничем не отличается от владимира владимировича путина ну а что касается нашей власти то причины по которым она отказалась от присоединения новороссии они тоже вполне понятны и конкретны у этих причин есть имя имена вернее эти причины ходят вполне конкретные британские или швейцарские частные школы вот эти причины стоят на вполне осязаемом фундаменте это виллы в италии там или бунгало в майами или еще что-нибудь в этом роде там квартиры и особняки в лондоне это частные яхты которые вполне осязаемые плавают по морям это счета с различным числом нулей в различных иностранных банков банках вот именно по этим то самым и причинам эти наши руководящие граждане не присоединили новороссию никогда ее не присоединят а если хорошенько попросят то и с удовольствием и сдадут остальную россию ну а я на сегодня с вами прощаюсь архипелаг гулаг а